Меньше недели, как на ваши неоплаченные налоги, начнут начислять пеню. До 1 декабря россияне должны оплатить транспортные, земельные и имущественные налоги. Но вот незадача. Жители разных районов края жалуются нам, что до сих пор не знают, сколько же должны налоговикам. Уведомления до сих пор не дошли. Я вот то прюнула на все, и по прошлогоднему заплатила, и все. Я спокойно теперь встречаю 1 декабря. У меня такое же самое количество паев, 3, а я-то 2 продала, на следующий год мне за 1 паев, вот тогда будет проблема. Проблема не только с уведомлениями по почте. Личные кабинеты на госуслугах и на сайтах УФНС тоже пусты. Завела кабинет в налоговой службе, прям вот на телефон установила. Захожу через госуслуги, там тоже ничего нет. Короче, я успокаиваюсь и все. Ну, будет просрочено, будет просрочено. Но вот даже в налоговом ничего нет. Особо совестливые платят наугад, другие решают довериться Вселенной, ведь документы за должность уж точно должны получить. В Краевом управлении налоговой службы поясняют, уведомление действительно может не прийти, если сумма налога меньше 300 рублей. Это нововведение года. Но если вы ежегодно платите гораздо больше, стоит самим обратиться в налоговое отделение или в МФЦ, который выступает посредником между вами и налоговиками. В МФЦ тоже, да, можно подать заявление на получение уведомления. И МФЦ имеет возможность сформировать это уведомление с использованием межведомственного документа оборота электронного. Либо, если не получили такое уведомление МФЦ по межведомственному документу обороту, направляет это заявление физического лица в налоговые органы. В течение пяти рабочих дней налоговые органы изготавливают уведомления и передают через МФЦ непосредственно налогоплательщику. Еще одна точка, где вам могут помочь – территориально обособленные рабочие места – Тормы. Например, в Михайловском, Хабарском, Крутихинском, Павловском и еще 35 районах и городах края отделений налоговой нет. Поэтому жители могут обратиться в ближайшие к ним Тормы, в Рубцовске и Камни-на-Аби. Каждый день неоплаты на сумму вашего налога будет начисляться пеня – одна трехсотой от ключевой ставки, а ставка подросла. При этом по закону отсутствие уведомления не освобождает от ответственности за неуплату. Либо это звонить на горячую ливню, либо приезжать уже, либо непосредственно в МФЦ пройти и узнавать, тогда помочь, откройте, пожалуйста, посмотрите. Но это сейчас обязанность возлагается именно на гражданина. У нас налог в силу закона, в силу налогового кодекса не может увеличиваться более чем на 10%. То есть, если есть какие-то сомнения, можно заплатить больше на 10%. Если вы заплатите больше, эти деньги могут быть возвращены или зачислены в счет будущих платежей. Зато спасут от статуса должника и ежедневной пени. Но вопрос, почему люди не получают уведомления в электронном кабинете, так и остался без ответа. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.